Да, кстати, чуть не забыл. У нас же опытные разработчики почему-то подразумеваются, что они все это и так знают. Почему-то. И причем об этом иногда думают начинающие, со своей точки зрения. Ну они же опытные, они и так все это знают. Или опытные разработчики, когда они там работают в какой-то компании и считают, что в принципе все норм. Ребята, зачастую это не так. Сам такой прекрасно понимаю, в чем суть. А суть вот в чем. Мы все люди. Блин, это долбанный факт. Вы не роботы, вы люди. Вы не можете знать все. И вы не можете задумываться обо всем ежесекундно. Что-то выпадает из поля зрения. О чем-то мы вообще никогда не задумывались. Но когда приходит пора и нас что-то начинает беспокоить, как я уже сказал, это разные факторы. Работа не та, должность не та, проект не тот. Или что-либо еще. Или я недоволен качеством своего кода. И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот когда начинает нас это беспокоить, это прирастает в проблему. Почему? Да, потому что мы с этим не сталкивались. Для нас это что-то новое. Нам бы хотелось получить ответ. Блин, а как с этим справиться? И заметьте, опыт тут. Не ключевая часть. Вы можете быть опытным разработчиком и, да, не знать каких-то вещей. Просто потому, что не думали. Или вдруг заблуждались. Тоже такая штука бывает. Поэтому я предлагаю вам, дорогие мои, не только опытные, а вообще все, непредвзято относитесь к этому курсу и рассмотреть этот набор информации с точки зрения, ну, не запрещайте себе узнавать что-то новое. Это лишь усилит вас. Поэтому все, что я буду здесь говорить, это мой личный жизненный опыт. Поэтому если уж об этом говорю, оно так вот и было. Поэтому, когда соберетесь, скажем так, писать в комментариях, у нас там есть приватные комментарии, которые для личной переписки, ну, чтобы какие-то вопросы встречные задавать или какие-то уточнения, то учтите это. Там все сказано не просто так. Ситуации в жизни, значит, такие были. Поэтому вот теперь точно к делу. Да, поехали.